Музыка Открытие Иркутского университета дало огромный импульс для развития в первую очередь города Иркутска. Сам статус города Иркутска, он резко поднялся, когда он стал университетским городом. Вообще университет сегодняшний и университет 60-летней давности, это абсолютно разные университеты. Я вам приведу один простой пример. Когда я поступал учиться в университет, в университете тогда было, ну максимум 10 докторов новых, максимум. Я даже их могу перечислить, что называется по именам. На химическом факультете было два профессора. На физико-математическом в том году было один профессор. Сегодня на кафедре физической химии, на которой я проработал 50 лет почти, работает 8 докторов наук. Только на одной кафедре. Создал факультет, я не побоюсь этого слова, Владимир Владимирович Васильев. Он всю жизнь мечтал, что в Иркутске будет математический факультет. И всю жизнь проработал здесь. Он закончил аспирантуру, защитился, значит. И он был один из немногих преподавателей, которые не призвали во время войны в армию. Хотя он был готов, все. А не призвали, потому что он был единственный математик со степенью на все наши вузы. И у нас, в пору расцвета, у нас было 13 кафедр на факультете. Руководил этой работой, очень важный, Николай Фомич Лосев, ректор университета. Человек одаренный, прекрасный организатор, четкий руководитель. И работать под его руководством было просто удовольствием. Все, что есть сегодня в университете, создавалось как раз при ректоре Лосеве. Мне достался университет от замечательного ректора Николая Фомича Лосева, который создавал крупный университет в Восточной Сибири. Была развита наука, шло образование, культура. Единственное, что тогда не хватало, это значимости в окружающем мире. И поэтому я подумал о том, а почему этот университет не может иметь международный статус. И он его получил. С азиатским отделением Мерленского университета в Токио мы встречались, я договорился. О создании центра менеджмента. Такой центр менеджмент был открыт. И были сделаны предпосылки создания сибирско-американского университета по менеджменту, маркетингу и бизнесу. Сырлыча богалов Мерленского университета и магистров Иркутского. Вот, пожалуй, одна из интересующих вещей. Еще интересная была вещь. Вот я побывал сегодня у памятника Колчака, зашел туда и поговорил. Вы помните такого владыка Хризостома, который был здесь владыкой? Дело в том, что я отменил научный атеизм, который преподавали в нашем университете, как и в других. И владыка Хризостом читал лекции по истории религии. Что такое научный атеизм? Это история религии с точки зрения марксизма и религии. Было много интересных вещей сделано. Мне кажется, нашему поколению, тем, кто учился в конце 70-х, 80-х, безумно повезло. Безумно повезло, потому что такой калейдоскоп, такая плеяда потрясающих преподавателей была в университетские годы. Это еще и такое взросление в хороших стенах, в хорошем микроклимате. А он, безусловно, был. Это то, что потом сделало наше студенческое братство, товарищество. Поэтому единая политика развития университета отслеживалась. Очень важно было то, что в ректорате не было никакого перетягивания одеяла на себя среди проректоров. Работали как одна команда. Любые вопросы, к чести Александра Ильича, они всегда обсуждались с коллегами. Конечно, принятие решения – это пререгатива ректора, потому что он отвечает за все. Но обсуждались все проблемы. И если у Александра Ильича было какое-то предварительное мнение свое, то он менял под воздействием аргументов, которые предлагали другие люди. Задача университета – это подготовка широкомыслящих, фундаментально подготовленных сотрудников для своей деятельности. Наша главная задача была не обучить конкретным знаниям. А наша задача и сегодня она существует такая. Это фундаментальная подготовка, которая заключается в умении мыслить. Я хочу сказать, у нас есть очень даже неплохая молодежь на сегодня. Может быть, их не так много, как хотелось бы, но мы стараемся сделать так, чтобы их было как можно больше. Но то, что есть, вселяет надежду. Родному университету мы должны быть, конечно, преданы, так же, как преданы наши студенты. И хочется видеть процветающим, жизнерадостным, активным во всех своих направлениях. Большой праздник, большой праздник не только для многотысячной армии выпускников Иркутского господинства, не только для многотысячной армии студентов, которые сегодня учатся, для преподавателей. Сегодня праздник для всего города, для всей области, для многих-многих стран, которые посылали нам учиться своих молодых юношей и девушек. Сегодня столетие нашего классического университета. Университет, который более 115 тысяч выпускников выпустил. Университет, в котором сегодня 1100 преподавателей. Университет, который прошел через множество испытаний, через множество трудностей, которые были. Продолжает развиваться, продолжает быть современным, молодым, динамичным, встроенным в общую мировую систему образования, при этом сохраняя свою неповторимую особенность, свой неповторимый классический стиль обучения, классическое фундаментальное образование на все времена. Всех с праздником! Соберемся на следующем столетии. Ну, по крайней мере, на 125-летие. Субтитры создавал DimaTorzok